Привет всем, кому интересен ремонт. В этом видео у нас Ford Fiesta 2004 года с двигателем 1.4 дизель. Мы уже с вами встречались с этой машиной, мы ее делали по жести, по покраске, а теперь мы на ней будем менять двигатель. Двигатель здесь очень сильно перегрели, пока он не заклинил. Это я определил со слов владельца и после того, как сделал предварительный разбор такой, я уже вплоть до того, что снял голову. Коленвал у нас закусывает. До коленвала я не добрался, потому что здесь блок такой из двух частей состоит. Двигатель надо вытаскивать. Короче, мы с клиентом решили, что гораздо легче будет поменять просто двигатель. Двигатель нашел очень хороший. На родном двигателе здесь 145 тысяч меняли распределение. А тот двигатель, который я на разборке нашел, ему всего 80 тысяч. По крайней мере, меня так заверили. Видео будет, скорее всего, в двух частях. В этой части, в первой части мы будем менять двигатель, а во второй части мы будем заниматься аэрбаками. Электронным блоком управления аэрбаков. Ремнями с пиротехникой. Вон там у нас в ящике все лежит. Но это будет, скорее всего, во второй части. Я думаю, в одну мы не уложимся. Загоняем машину. Извлекаем старый двигатель. Ставим новый. Как мы все сделаем? Мотор вместе с коробкой мы будем снимать через низ. Поэтому нам надо открутить и снять моторную раму. Нам надо снять глушитель. Нам надо освободить компрессор. Тяги коробки, привода, слить масло с коробки. Ну и так далее. Короче, все такое, житейское. Поехали. Будем потихонечку продвигаться. Для того, чтобы потом не искать, какой проводок откуда. Я частенько, если проводок много, использую этикеточки. Это у нас компрессор. Я пишу компрессор и вешаю этикеточку. Делаю я это все вот таким вот нехитрым приспособлением. Теперь нам надо повесить этикетку на датчик кондиционера. Плохо здесь клавиши идут не как на компьютере, а по порядку. Видите, А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Пересмотрел я мануалы, которые у меня были по этой машине. И не нашел ни в одном сливной пробке для масла в коробке. Заливная есть вот здесь, а сливной нет. Поэтому мы просто будем извлекать привода и пусть через них вытекает, что вытечет. А потом ударил. 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 Сломанный двигатель с коробкой мы сняли Теперь надо коробку и весь обвес, который у нас здесь остался И которого нет на двигателе с разборки, перекинуть И потом поставить С мотора с разборки вот такой у меня диск Не совсем еще плохой Сейчас мы посмотрим какой диск у нас на старом двигателе И решим оставить, либо поменять Единственное, что точно скажу Новое сцепление сюда точно никто вставить не будет Это сцепление у нас, а вот смотрите как интересно Видите, выпуклой стороной на этом сцеплении идет вовнутрь Вот так хитро Здесь сцепление диск у нас похеренный очень-очень здорово Но мне кажется, что он отличается Он отличается и по диаметру, причем очень сильно Сейчас посмотрим Может быть мы его переставим вместе с маховиком Подожди, маховик у нас на том двигателе стоит на месте Правильно? Поэтому не будем ничего выдумывать Просто возьмем это диск сцепление И поставим его на свое туда место Вместе с корзиной Я снимал, это я просто одному клиенту показывал наглядно Как устроен механизм сцепления В чем у нас проблема Кроме того, что у нас и корзина, и диски маховик разные У нас еще в теории и разные стартера Поэтому, если мы на двигателе с разборки оставим маховик и сцепление старое То стартер у нас не подойдет, его тоже придется менять Поэтому, как бы мне не хотелось, придется вот это вот все безобразие Переставить на двигатель с разборки И его и использовать Поехали! Вот видите, если взять стартер То он просто не достает Вот так Поэтому вам надо Менять все И корзину И диск Все Смотрите Видите, какая разница в маховиках Слева это С нашей машины А справа это с разборки Поэтому поставить придется Тот Который Который у нас и стоял на этой машине Теперь Выбираем подходящего размера втулку Диаметра Ну, здесь вот точно ось входит Без никаких Дополнительных насадок Поэтому Так и используем Вот что любопытно Я даже на всякий случай видео пересмотрел Вот на этом сцеплении У нас Выпуклая сторона Идет к двигателю Честно говоря Я с этим столкнусь впервые Что касается диска Вот такой он Потертый Потасканный Ну Никаких распоряжений По этому поводу Нам Не поступало Поэтому Его и ставим Будем надеяться Что Какое-то время Еще сцепление Походит Ну а там дальше Клиент сам будет решать Менять его Чтобы не менять Сцепление Сцепление Центруем Упираем Конусом И Зажимаем Пару болтов Можно еще визуально Конечно Проверить Это никогда не помешает Вот Вот эти болты На корзине Они Зажиматься Вообще-то Должны Под определенным усилием Динамометрическим Ключом Ну Честно вам скажу Этим никто не занимается И я В том числе Так Теперь Можно ставить Коробку Для того чтобы Двигатель У нас Не раскачивался Во время монтажа Коробки Что Будет Очень удобно неудобно поставим двигатель на какой-нибудь озеро либо что у вас есть под рукой у меня например есть бочка это так просто чтобы зафиксировать чтобы не раскачивался двигатель ну что попробуем теперь поставить коробку я думаю затея будет это не самая простая потому что крайне неудобно на весу но мы сами выбираем путь поехали а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 все собрать чуть по-другому здесь шланги лежат и вакуумный датчик здесь проходят вот так и они нам уже не нужны ну по крайней мере в этой машине а в этой машине датчик идет вот здесь видите видите да вот здесь у нас датчик и от него пошли все шланги он есть просто он в другом месте так получилось что вот эта груша у нас со всеми шлангами тоже чуть-чуть другая потому что ну короче смотри здесь у нас подача топлива была отсюда а на этой машине у нас подача топлива вот отсюда и разумеется шланги идут шланги идут иначе поэтому мы сейчас все снимем целиком все выкинем целиком и поставим нашу старую грушу поставим наши старые шланги люблю такие ремонты потому что после них остается огромное количество полезных ништячков вот например вот такие вот очень часто использую очень часто пригождаются и груша сама ну короче все очень много вещей которые относятся только к дворе о которых я говорю я их не выкидываю так осталось снимется снимется выкручивать не будем вот так у нас старая и новая нет точнее старая и старая подсадки масла слил хотя с разборки двигателя приходят сухие но все равно не грех проверить так в этом случае там наверно еще грамм 300 масла оставалось и его слил вот и теперь мы в и в в в мы с в в идет 3,8 литра масла. Кстати, у нас еще одна есть небольшая засада с этой машиной. Дело в том, что клиент сказал, чтобы еще заменить стартер. Работает он неправильно. Я переживаю, чтобы после всей установки мы смогли его проверить, завести и все такое. Просто хотелось бы это сделать по окончанию монтажа, а не тогда, когда к нам стартер доедет. Так, что здесь осталось? Здесь остался аккумулятор, остался фильтр, осталась ерунда. Потом поднимем машину, накинем кабеля на коробку, я имею ввиду тяговые, и зальем ее. Несмотря что натуры одинаковые, обвесы очень разные. Сейчас я вот это вот часть коллектора, или как его назвать. Снимать буду, потому что на том, который мы должны поставить, вот эта часть и нет. Сюда сразу подходит глушитель. Ну, вы сейчас увидите. Это они так просто не отваливаются. Я их подкручивал слегка. Были они очень-очень сильно затянуты, боялся сорвать. Ну, не сорвал ни одного. Вот видите, а здесь сразу у нас идет глушитель. И подходит. И прокладки нет. Мне не нравится, поэтому я нанесу чуть-чуть пасты сюда. Совсем немного. Масло в коробку сюда идет 75 В90, 100% синтез. Синтетика. Дорогущая жуть. Масло Алики Моли, например, стоит почти 80 евро канистра. Это со всеми моими скидками. В этой машине теперь самое дорогое будет это масло. Кстати, если вдруг вам придет в голову вместо синтетики налить сюда полусинтетику, крайне этого делать не рекомендую. Ни одна коробка из-за такой жадности вышла из строя. Я правда не знаю, как себя здесь чувствует аккумулятор, потому что машина стоит достаточно давно. И вполне возможно, что аккумулятор уже саморазрядился. Ну, искра есть, это уже хорошо. Я имею ввиду, конечно же, искру на клемме. Включи заживание, опустя арку. Снимем от воздушного фильтра воздуховод, потому что, скорее всего, нам придется помогать эфиром. Хотя один раз у меня был случай такой, что машина завелась после замены двигателя буквально с полутыка. У нас коробка залита, двигатель залит, фильтр поменен. Единственное, что у нас чуть вылилась жидкость гидроусилителя, это я потом даю, и воды. Это тоже ерунда. Завести попробовать можно и насухо. Значит, подкачиваем. Я уже подкачивал, когда все шлами собрал. Вон, нейтралка сейчас. Давай пробуем. Попробуем сначала насухо. Еще разок. Хорош. Удивительно, что аккумулятор у нас в маслае. Сейчас давай попробуем чуть эфирчиком. Давай сейчас чуть-чуть подольше подержим. Давай, давай, давай. Включай, это стартер. А, ну так, да? А, это стартер. Это то, что он говорил, поменять. Отлично, схватилась. Еще разок говорю. У меня было такое, что на новом и на старом двигателе датчики положения коленвала и рейс-проидвала чуть-чуть отличались. Из-за этого машина не заводилась. Сейчас мы подкинем диагностику, посчитаем ошибки, потрем их и попробуем завести еще разом. Так, легковые автомобили. Так, легковые автомобили. Феррари нет. Фиат нет. Форт, да. Феста, Феста это у нас. 2004-й год, то есть модель 2002-го. Диагностика. Дизельный, фрейск. 1.4, 1.4, 1.6. У нас 1,4. Вот это. ну посмотри аккумулятор столько простоял все еще 12 вольт все нормально включите зажигание включено и читаем ошибки ошибки у нас куча цилиндр 1 2 3 4 еще у нас свечи накала под датчик давления топлива и температура потребляемого воздуха стираем выключи зажигание выключил сейчас включ включи есть ошибки стерты еще раз смотрим может быть у нас какие-то статические есть есть датчик давления топлива и температура всасываемого воздуха понятно сейчас посмотрим где у нас расположен этот датчик а вот я его просто забыл подключить и нам будет от этого легче показывает мне что датчик давления топлива у нас расположен непосредственно на самой рампе рампа у нас находится вот здесь под воздушным фильтром датчик и вот оно найдет вот оно найдет кабель сюда сюда и пошел сюда сейчас посмотрим может быть не до включена вот эта фишка 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 вот это хорошо это радует радует то что есть соображения по этому поводу хуже когда никаких идей нет сейчас снимаем здесь все просто свечи я даже пока не буду подключать так я отсоединю для того чтобы на массу никуда не упало заведется машиной без свечей а потом это все уже сделаем цивильно подключим на свое место свечи понятно что у нас показывал и ошибка впрыска по всем цилиндрам я говорю просто машина чуть-чуть другая и от самой рампы отключим вот видите это у нас вот так выглядит это у нас вот так выглядит если мы смотрим в торец видите вот и вся разница самым большим образом сейчас интересно завести двигатель на все остальные мелочи типа свечей накаливания или свечей накала мы уже сделаем так читаем ошибки понятно они никуда не делись трем их стереть стереть мотор остановлен да выключите зажигание и нажмите ok выключено ok включите зажигание и нажмите ok ошибки стерты еще раз делаем чек температура всасываемого воздуха это мы потом разберемся это к нашему данному делу никакого отношения не имеет ну к заводу автомобиля имею ввиду потом разберемся так пока это выключаем так как я на 90 процентов уверен в успехе зажигание выключи сразу на свое место поставим разъем есть так и у меня такое предчувствие честно говоря что у нас даже получится сейчас завести без эфира потому что солярки мы там насосали будь здоров давай пробуем заводить давай пробуем заводить еще еще а это ты подгазовывал да глушит так ну вот и все вот у нас с вами и получилось завести мотор обнаружили ошибку все поменяли все здорово осталось нам собрать здесь кое-что по мелочи это уже соберем на этот момент первую часть можно считать законченной по этой машине встретимся во второй части где мы будем разбираться с ремнями с подушками ну короче с системой активной с системой активной безопасности здесь понятное дело я уже свечу все это поставлю без вас подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо всем удачи пока спасибо 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 спасибо